Друзья, всем привет! Это канал Мистер Кэт, меня зовут Сагиров Иван, и сегодня Секреты Скайрима, 33 выпуск. Сегодня мы отправимся на первом уровне, локацию, в которой сразу, сразу три крутых секрета. Так. Эпичное добивание, но, друзья, давайте я все сделаю максимально быстро и включу перемотку. Смотрите, куда нам нужно добраться. К сожалению, путь не близок. Нам нужно вот так вот отбежать, как видите, это гора, ривервуд, и вот отбежать, и желательно вот сюда нам прибежать нужно. А отсюда мы уже определимся. Примерно наша локация находится где-то вот здесь. Так что, погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я, я не знаю, минут, минут, наверное, 10, если забежать, начинать путешествие сразу сюда. Но я всем рекомендую отправиться сюда. Это и поможет прохождение самого начала и получит неплохие плюшечки, как маг, так и воин. Ну, еще кое-что интересное. Я не знаю, вот так ли можно сюда отправиться, но я, короче, бежал вот так вот. Все вам показал. И мы сейчас находимся, почти угадал. Хижина Фроки, друзья. Какие же секреты? Какие же секреты здесь есть? Самый первый. Самый первый секрет, который мы здесь можем найти, это вот это вот яйцо. Шучу. Яйцо можно неплохое зелье сделать. Здесь вот такой вот неприметный топор, дрова и что это, ребят? Здесь диадема ученого. Диадема ученого просто, просто так себе лежит. Ну, казалось бы, простой обруч, но нет, друзья. Это нифига не простой. Заклинание всех школ расходует меньше магии. Всех школ! Вы понимаете, что на первом уровне это нифига себе какой обалденный бонус. Ну, плюс есть небольшие доспехи. Ребят, если вы начинаете играть магом, это просто нечто. Вы можете получить ее в другой локации. Все знаете, ну, а может некоторые не знают, что вот здесь есть лабириант. Локация лабиринтиан. И там нужно пройти такой вот нехилый квест. И, блин, только после прохождения этого квеста ты получаешь точно такую же диадема, друзья. Точно такую. Я не знаю, бах ли это или это какой-то, не знаю, секрет от разработчиков. Но она точно такая же. И, между прочим, она обновляется. Если вы уйдете отсюда где-то на месяц и погуляете, ну, игровой месяц, то придете сюда, она опять будет, опять тут будет лежать. Обалденно. А представьте, если вы пройдете к коллеге Винтерхолда и получите одеяние Архимага. Там, по-моему, все школы магии, все, расходуют на 15% меньше магии. И плюс вместе с этой диадемой. Ну, насколько я знаю, эта диадема, это, по-моему, минус 10 или минус 5 ко всем стихиям. Но, согласитесь, для начала это неплохо. Второй секрет. Второй секрет, который здесь, он находится немножечко выше. Выше, 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 выше. Тут чуть-чуть нужно забраться. Кстати, тут можно получить неплохие плюшки. Вот, вот наш дорогой Талас, друзья. И второй секрет, это для воина, для танка. Для самого, что не из танка. Тут целый набор. Имперский легкий щит. Железные сапоги. Ладно, это все ерунда. Немножечко денежек. Бухлишка. О, двуручное оружие для воина. Сразу у нас есть перк. Почему-то не берется. Немножечко монеточек. И, друзья. Друзья, имперский меч и... Блин, он немножечко заглючил у меня. Вот. Да, это уникальный шлем. Шлем, точнее. Блин. Уникальный шлем, который можно найти здесь. Но, по-моему, он еще есть в имперской... В имперском порту. Насколько я знаю. Но это редкий шлем. И доспех у него 20. Неплохо, так я вам скажу, на первом уровне. И плюс он очень эпично смотрится. Вы только посмотрите. Вау! Вау, вау, вау. На первом уровне это... Клайф. Кайф. Блин, я что-то заговариваюсь. Ну, как всегда. Друзья, это обалденно. Это классно. Я не знаю, я не встречал такую локацию, что просто в одной локации, рядышком, находились три секрета. Да, я вам рассказал только за два. И третий. Третий секрет это редкий и очень крутой квест. Вот здесь, хижина Фроки. Да, ребят. Да, да, да. Только этого не хватало. Нашествие горожан за подношениями своим драгоценным богам. Хм. Это не ко мне. Я в ваших богов не верю. Или что не так с богами? Они краденые идолы, выдуманные боги, которых продают златоусты. Это уж, спасибо. Фроки не забудет Кин и ее священное испытание. Хм. Что такое священное испытание? Это древние обычаи нордов. Испытание, чтобы проявить себя в глазах Кин. Показать, что ты охотник, а не мясник. Кин учит нас уважать животных и благословляет охотника, готового бросить вызов их защитникам. Истинный охотник норд это тот, кто прошел испытание. Как думаешь, тебе хватит сил добыть благословение Кин? Я был бы рад передать эту традицию. А вам хватит сил? Да, друзья. Тебе нужно одолеть животных стражей, благословленных Кин. Я помечу тебя символом волка, краба и злокрыса. Заставить стража появиться, когда ты приблизишься к его логову. Вот куда тебе надо. Священное испытание Кин. Друзья, это редкий, редкий и секретный квест, который вы можете пройти. И, между прочим, вас ждут там очень много крутых и ярких впечатлений. И после прохождения его, вы получите также уникальную вещь. Какую я не буду рассказывать. Придите сюда, получите эти дары. И, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и вы увидите еще много разных секретов. Всем огромное спасибо, что досмотрели, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и будем дальше, дальше смотреть какие-то секретики. Блин, я только с работы заговариваюсь. Простите мне, простите. И наслаждайтесь игрой в Skyrim. Господи, в эту игру можно играть вечно. Все, друзья. Всем пока.